Всем привет, в этом видео я покажу как установить веб-браузер по умолчанию, как это сделать в настройках компьютера и в настройках самого браузера. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Как показывает практика, в большей части пользователей стоит несколько браузеров различных разработчиков. Они могут быть установлены как отдельно, так и с определенной программой или приложением единым пакетом. Чтобы не путаться и не выбирать каждый раз в каком из них открывать определенную ссылку или веб страницу, вы можете задать приоритет тому браузеру, который для вас более удобен в использовании и выбрать его в качестве браузера по умолчанию. Далее в видео я покажу как это сделать. Мы рассмотрим наиболее популярные браузеры, которыми вы скорее всего пользуетесь на данный момент. Большинство современных браузеров предлагают установить их в качестве браузера по умолчанию, сразу при первом запуске, а также непосредственно в своих настройках. Если при запуске обозревателя вы не получили предложение задать браузеру статус «Использовать его по умолчанию», то вам придется выбрать эту опцию в его настройках самостоятельно. В браузере Chrome нажмите кнопку «Настройка и управление Google Chrome». Она расположена в правом верхнем углу экрана в виде трех вертикальных точек, а затем во всплывающем меню выберите «Настройки», чуть ниже найдите пункт «Браузер по умолчанию» и здесь нажмите «Использовать по умолчанию», чтобы установить ему такой приоритет. В браузере Firefox нажмите кнопку «Меню» в правом верхнем углу экрана и здесь выберите раздел «Настройки». В разделе «Основные» в пункте «Запуск» вы увидите, является ли он в качестве вашего браузера по умолчанию и если это не так, нажмите «Установить по умолчанию». В Opera нажмите «Настройки и управление Opera», в открывшемся всплывающем меню выберите «Настройки» или же нажмите сочетание клавиш «Alt» плюс «P». Здесь в разделе «Основные» в пункте «Браузер по умолчанию» вы можете увидеть является ли он таковым. Если нет, для активации нажмите кнопку «Сделать Opera браузером по умолчанию». Вот и всё. Как видите, браузер теперь выбран в качестве по умолчанию. В Яндекс браузере откройте «Настройки Яндекс браузера» справа вверху и в всплывающем окне «Настройки». Здесь прокрутите страницу вниз до раздела «Браузер по умолчанию» и здесь вы увидите установлено ли ему такой приоритет, если нет, нажмите «По умолчанию использовать Яндекс браузер». Вот и всё. На этом его настройки закончены. Если вы используете операционную систему Windows 10, то Microsoft Edge в нем является предустановленным браузером по умолчанию. В его настройках задана функция автоматической проверки браузера при запуске. Используется ли он как браузер по умолчанию для открытия любых веб-страниц и приложений. При первом запуске вы увидите внизу страницы всплывающее сообщение, предлагающее установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, просто нажав кнопку «Изменить выбор по умолчанию». Если же по какой-то причине нет такого сообщения, нажмите в правом верхнем углу окна кнопку «Параметры и прочее» или нажмите сочетание клавиш «Alt» плюс «X». Здесь выберите «Параметры» и в этом меню в самом верху вы увидите кнопку «Изменить выбор по умолчанию». Однако, как вы успели заметить, в операционной системе Windows 10 такие способы установки обозревателя по умолчанию работают не для всех или не работают в полной мере. Из настроек самого браузера не всегда получается установить ему такой приоритет. А еще нужно будет подтвердить действие через настройки параметров операционной системы. При выборе опции «Браузер по умолчанию» в настройках любого обозревателя операционная система автоматически открывает настройку приложений по умолчанию. А если вы сами захотите изменить браузер через настройки операционной системы, откройте «Параметры приложения». Здесь выберите раздел «Приложения по умолчанию» и найдите пункт «Веб-браузер». В этом пункте отображен какой из обозревателей выбран в качестве браузера по умолчанию. В моем случае это Microsoft Edge. Нажав по его значку, откроется всплывающее окно со списком всех установленных браузеров. Здесь вы можете выбрать тот, который вам нужен или найти подходящее приложение в магазине Microsoft Store. Если вы выберете другой браузер, значок изменится на выбранный и он будет установлен в качестве браузера по умолчанию. Теперь при нажатии на любую ссылку для ее открытия будет использоваться выбранный вами веб-браузер. А если этого не произошло, в этом же окне «Приложения по умолчанию» прокрутите страницу вниз и нажмите на «Выбор стандартных приложений для протоколов». Здесь для каждого из протоколов выбрано конкретное приложение. Найдите для конкретного протокола предустановленный системой браузер и замените его на нужный вам, нажав здесь и выбрав его из списка. Вы всегда сможете сбросить настройки к рекомендованным Microsoft значениям по умолчанию, нажав здесь «Сбросить». Для более ранних версий операционной системы Windows эти настройки можно найти, открыв панель управления. Открываем панель управления. Здесь ищем раздел «Программы по умолчанию» в открывшемся окне «Задание программ по умолчанию», после чего начнется их поиск. В результате вы увидите список таких программ. Найдите и выберите тот браузер, который вы хотите установить по умолчанию. Справа будет показано описание выбранной программы. Нажмите «Использовать эту программу по умолчанию», чтобы установить ей такой приоритет. Если вам просто нужно было установить браузер по умолчанию, то все готово. А если вам нужен более подробный отчет, какие виды файлов и протоколов будет открывать по умолчанию выбранная программа, нажмите «Выбрать значение по умолчанию» для этой программы. В этом окне будет представлен список расширений, которые можно связать с данным браузером. Если вы выбрали «Использовать эту программу по умолчанию», то операционная система Windows будет ассоциировать все перечисленные расширения с выбранным браузером. Установите отметки рядом со всеми расширениями и протоколами, которые вы хотите открывать с помощью этого браузера или же установите отметку в ячейке «Выделить все». По окончании нажмите кнопку «Сохранить», чтобы все изменения вступили в силу. А на этом все. В данном видео я попытался рассказать о наиболее популярных веб-браузерах и как их выбрать в качестве основного. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.